МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На днях на заседании Совета по газификации субъектов страны при Совете Федерации под председательством Валентины Матвиенко. По словам заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, в рамках социальной догазификации, инициированной главой государства во всех регионах, проведена инвентаризация домовладений, в результате которой потенциал подключения в стране был оценен в 2 миллиона домовладений более чем в 36 тысячах населенных пунктах. Евгений Куйвышев сообщил, что к концу 2024 года в Свердловской области по программе догазификации по заявкам уральцев планируется подключить почти 39 тысяч домовладений. На сегодняшний день подано более 30 тысяч заявок, заключено свыше 10 тысяч договоров. По 2,5 тысячам договорам газ подведен до земельного участка заявителя. Почти полторы тысячи домов уже получили газ. Программа догазификации действует и в Новоуральском городском округе, в сельских населенных пунктах. Сегодня наша съемочная группа побывала в поселке Мурзинка с подробностями Мария Антонова. Мурзинка, улица Ясная. С одной стороны здесь находится действующий частный газопровод, с другой стороны совсем скоро появится подземный государственный. А еще подземные сети проложат по улице Западной, Малоозерной, Южной, Железнодорожной и на улице Дружбы. А наружным способом подавать газ будут на перекрестке станционном по улицам Трактовой, Ольховой и Садовой. Кстати, на Садовой совсем скоро по трубам дадут голубое топливо в три домовладения. Сегодня ход работ по догазификации по поручению главы проверил начальник отдела сельских населенных пунктов Светлана Дыкова и первый заместитель Вадим Хатипов. Мы сегодня смотрим исполнение поручения президента, очень такое серьезное и касающееся буквально каждого жителя, особенно сельских населенных пунктов. Речь идет о догазификации. Порядка 386 заявок по сельским населенным пунктам на догазификацию. Это пока догазификации подлежат Новоуральск, Мурзинка, полностью газифицированный населенный пункт Араскова. И починок, где мы в прошлый год все построили, сейчас идет как раз прием в эксплуатацию и, соответственно, этот населенный пункт также газифицирован. Елани у нас с вами газифицированы. Сейчас мы находимся как раз на тех домах, которые уже имеют, скажем так, свершившийся факт. И у них вот доведен, скажем так, газопровод сначала построен, да, ну и в будущем, естественно, при соблюдении всех правил будет подан газ. Жители Садовой, которые в свое время сами провели себе газ за собственные средства, рады за соседей. Ведь это значительно снижает финансовое бремя платежей, а к тому же меньше дыма, то есть меньше дров и спиленных деревьев. Для удобства, конечно, нужен. У кого его нет, у нас есть, мы своими силами это провели. Но газ-то всегда хорошо, чем дрова. Зачем губить природу, пилить дрова, когда в России есть столько газа. То есть проведи к каждому дому и будет все хорошо. Чистота будет. Вот. То есть будем только вот подметать газоны свои, а не дрова рубить. Спасибо. А так все здорово. Молодцы. Наша съемочная группа также заглянула в дом, который первым присоединили к подземным сетям по программе догазификации в январе этого года. Ранее западная «Девять» топилась электричеством и, к примеру, в ноябре платеж за свет был 12 тысяч. У нас был электрический котел. На нем отопление было на электрическом котле. Сейчас перевели на газовый. Сколько денег у вас уходило раньше и сколько сейчас? Если полностью отапливать дом, 12 тысяч в месяц за электричество. Раньше? Сейчас 700 рублей за электричество и 2 тысячи за газ. Итак, на сегодня из 386 заявок на догазификацию – 282 в работе у ГУПСО «Газовые сети». Это порядка 70%. 200 – в Мурзинке, 7 – в Ялане, 45 – в Починках, 20 – в Тарасках, 10 – в Новоуральске. Газ доводят до границы земельного участка и бесплатно делают врезку. Отметим, что администрация сельских населенных пунктов в еженедельном режиме консультирует жителей по любым техническим вопросам и по социальным гарантиям компенсации затрат на установку оборудования внутри домовладения. Сумма – до 7 тысяч рублей. По расчетной схеме по каждой улице пойдет своя трасса газопровода. Конечно, есть большинство улиц, где подземный газопровод пойдет. Это по обочине дороги, где-то по куветам и наружный газопровод. И вот как бы я думаю, это правильно, что ГУПСО «Газовые сети» построят свои линии трассы газопровода, чтобы не подключаться к частным газопроводам. Надо газифицироваться. Мария Антонова, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания.